Представители знака Зодиака Скорпион, Скорпионы и Скорпионши, мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз – гороскоп ретроградный уран до 31 декабря. Как изменится моя жизнь? И ретроградный уран у нас будет в знаке Зодиака Телец, он там находится уже давно. И вот здесь, внимание, прокрутите как будто киноленту, собственную историю жизни. Вспомните, что для вас было наиболее актуально в период, опять же, когда уран сам по себе находился в знаке Зодиака Телец с 22 января по 18 августа. Какие метаморфозы случились, может быть, с вами? У кого-то это могут быть не случайные случайности. Или жизнь поставила перед фактом, каким-то, который свершившийся обстоятельством, мы говорим выше нас, могло быть что-то такое. Или какая-то тема вашей жизни проигралась наиболее актуально. Может быть, это были вопросы денег, вопросы отношений. Это могла быть ломка шаблона также, и какая-то тайна, которую вы внезапно узнали. Или для вас что-то открылось и стало совершенно очевидно. И вот как раз ретроградный уран выделит те темы, где мы чувствуем, что мы застряли в чем-то, и поможет нам преодолеть это. Он побуждает нас приветствовать вот те перемены, которые уже как бы сложились. Может быть, мы еще до конца не осознали или не видели вот на тот период до 18 августа какой-то выход. Или как будут в дальнейшем развиваться события. А здесь мы словно создаем стабильность вокруг всего, что было непросто. И первый шаг – это принимаем как новый порядок или сложившиеся обстоятельства. Уран просит нас вернуть себе силу и своего рода зажечь внутреннего войны, но не для того, чтобы с кем-то сражаться, а словно перевести это в какую-то новую реальность. Перевести это в какое-то новое одухотворение для самого себя. Поверить в самого себя. Начать как будто точка отсчета именно с самого себя. И принимаем то, что уже сложилось на данный момент. Потому что ретроградный уран как раз учит плыть по течению, а не воевать. Понимаете? Значит, здесь основная мысль будет наша свобода вокруг той обстановки или тех неожиданностей или нестандартных ситуаций, мои дорогие скорпионы, которые уже сложились с 22 января по 18 августа. Как-то так. Давайте мы спросим у карт, как на вас ретро-уран будет влиять на ваш знак зодиака. Какие возможности будет вам предоставлять? Что мы можем решить, как видят карты? Конечно, будем реалистами. Правда, я всегда об этом говорю. Но первая у нас карта и вопрос. Важное событие. Вокруг чего ретроградный уран может для вас словно взаимодействовать с внешними силами и с вами, мои дорогие скорпионы, карта эгоиста. Девятка кубков. Здесь хоть и кубки, но не про любовь нам говорят, о материальном благополучии, о получении конкретных денег, о создании нашей материальной подушки безопасности, но и не только. Если в понимании подушки безопасности, это, ну, такая, скажем, если переложим на сумму денег, это незначительно большая, но здесь как будто больше прогресса. То есть есть у вас или возможность заработать деньги, или для себя решить какие-то важные вопросы, которые, к примеру, касаются недвижимости, имущества, может быть, движимого и недвижимого. То, что все связано с нашим благополучием. Вот все те вопросы. У кого-то просто вопросы семьи, у кого-то вопросы дома, у кого-то, может быть, и взаимодействие с детьми. И в целом полный баланс, когда мы с собой остаемся довольны. Вот такая задача. Вот это важное событие для вас, мои дорогие. Ваш уран, он вам помогает. Это точно. Что нового войдет в вашу жизнь, мои дорогие скорпионы, за период до конца декабря? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Что нового случится или произойдет, влюбленные? Кто знает, может быть, это новая любовь. Или те отношения, которые были на расстоянии, или вы по каким-то причинам были не вместе со своим любимым человеком, вы будете думать, как съехаться, как жить вместе. Или важный выбор. Все-таки есть дуальность по этой карте. Это старший аркан. Взаимодействие с миром. Взаимодействие как с нашими близкими, родными. Конкретно один человек может проигрываться. Так и в целом какая-то дипломатия. И может быть смена окружения на людей более надежных, более доверенных. Может быть, людей, которые более, знаете, принадлежат к той категории, которые сильные мира сего, или те, которые более стабильны в финансовом значении. Такое тоже может быть. Есть желание окружить именно себя надежностью со всех сторон, во всех ракурсах, во всех проявлениях. И его величество выбор как будто придется сделать. Отказаться от каких-то, может быть, иллюзий придется. И новое все-таки будет означать, наверное, во всех сферах жизни. Знаете, мои дорогие скорпионы, для вас может начать меняться, например, какой-то вопрос по работе. Но он за собой потянет. И финансовое благополучие. Каким-то образом, ну, он затронет вопросы вашей личной жизни и вашего окружения. Ну, или в какой-то другой сфере. Тоже перемены могут начаться, а они потянут за собой изменения вообще качества вашей жизни. Какие неожиданности могут меня ожидать, вас, мои дорогие скорпионы, в этот период? И еще одна девятка пентаклей. Наверное, до конца года не столько, как какая-то турбулентность или неожиданность, а какая-то стабильность. Посмотрите, девятка кубков, девятка пентаклей. Здесь у нас деньги есть, деньги будут. Но не говорят нам о том, что мы где-то их безрассудно тратим. Но определенно все, что связано со словом благополучие, вы можете усилить, укрепить и уже какой-то, как трамплин, заложить на 2024 год. Для вас 2024 год должен быть, по крайней мере, по планетарным всем событиям, очень перспективный. Вы можете, на самом деле, очень многого достичь. Все, конечно, зависит, какие мы планы, цели ставим, и у каждого по-разному. Но нет преград. Здесь как будто вам вселенная, мои дорогие скорпионы, помогает. Давайте мы узнаем, даже в неожиданностях получения денег, по сути дела и так ведь может быть, или развитие, расширение бизнеса, или ваша работа, профессиональный успех, как экспертность в каком-то вопросе, и все равно так или иначе, где-то же мы деньги зарабатываем. Вот как вы их зарабатываете, вот здесь как будто приумножить все это можно. Или какие-либо для себя новые формы заработка открыть. У кого-то и так проиграется, у кого-то расширение бизнеса. Но все со знаком, плюс все в плане прогресса. Но девятки, поэтому, может быть, сейчас посмотрим, где-то до конца года, или в самом конце года, может быть, декабре, какие-то еще будут изменения. Вот я могу предположить, потому что девятка – это всегда преддверие перемен. Что будет радовать вас, мои дорогие скорпионы, именно в связи с ретро-ураном? Восьмерка мечей. Вы избавитесь от каких-то сомнений. Это карта того, чего нет. Поэтому нас будет радовать то, что уйдет в виде какой-то ненужной философии, или когда мы ищем черную кошку в темной комнате, и тут вы придете к выводу, ну, какие-то мои мысли были ошибочные, или мои представления, страхи, да, или вот сомнения больше в этом значении. Это я сам или сама себе надумала. На самом деле этого нет. Или какие-то новые, может быть, обстоятельства жизни в вас вдохнут столько вдохновения, что вам не захочется копаться в себе, мои дорогие скорпионы. И это тоже само по себе уже будет здорово. На нас будет все радовать, потому что у нас не будет какой-то помехи, которую мы себе сами создаем. Ведь по этой карте одно значение – не мешайте себе. И, значит, мы себе мешать не будем вот этими ненужными мыслями. Они будут у вас более конструктивно и конкретно идти. И нам как раз о конкретике вот эти карты и говорят. Что нам будет помогать, мои дорогие скорпионы, в связи с ураном, вам уран помогает, что нас будет радовать. Вы знаете, мы не будем как будто с кем-то обострять отношения. Видимо, от ненужных людей или от тех, которые в нас не верят, или создают нам какие-то ненужные препятствия, или начинают нас втягивать в ненужные споры, какие-то конфронтации, обиды, или, может быть, еще конфликты. Да и мы просто уйдем. Нам будет помогать то, что мы не ввяжемся в какой-то диспут буквально, что мы не будем притягивать из прошлого какую-то старую ситуацию. Мы отпустим это самое прошлое. Мы останемся победителями, но в то же время мы никому ничего не доказываем. Здоровая равнодушие вам будет помогать, мои дорогие скорпионы. Что может помешать для скорпиона в связи с ретроградным ураном? Давайте узнаем. Знаете, может быть, излишняя резкость. Нам уже сказали, что вы видите, ну, вот ту историю или ту данность, которая сложилась на данный момент, без розовых очков, без каких-то самокопаний, вот что есть по факту. И вам может захотеться, знаете, так вот быстро с чем-то разобраться, словно отрезать, отрубить, раз и навсегда покончить. Ну, где-то вот быстро. Но, видимо, как развиваются события в каком-то своем временном ключе, мы не должны торопить. Нам может как раз где-то помешать, знаете, желание быстрее с чем-то завершить. Но по ретро-урану нам ведь говорят, что мы должны где-то адаптироваться, плыть по течению больше. Поэтому не ускоряйте события. Кто знает, может быть, время пройдет, вы еще что-то новое узнаете. Ведь это работа с информацией, ведь это тоже. И как таковое помешать нам ничего не может. Но у кого-то это может быть, и, конечно, связано с конкретным человеком, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Но я так больше склонна, что по этой карте проходит прообраз Юдифи, наше желание с чем-то разобраться и в чем-то поставить точку. А карты нам говорят, да и планетарные события, что словно уран будет сам расставлять точки. Уран ведь это какая-то сила, которая от нас не зависит, которая сама по себе. И поэтому мы должны принять новые правила игры, не ускорять, но и не тормозить что-то. Вот наша задача только в этом. Какие двери будут для вас, мои дорогие скорпионы, открыты в сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь в связи с ретроградным ураном? Давайте узнаем. Те двери, которые мы увидим. И если даже какие-то двери для нас закрыты, это значит, ну, либо обойти с другой стороны, есть вариант попробовать. Но если и на второй какой-то вариант у нас, мы видим, что, ну, нет, этот вариант или способ взаимодействия с людьми или решения вопроса не сработал, значит, мы должны увидеть какую-то... Нам в эти двери, значит, не надо. Это первое значение. И второе – это мы должны найти какую-то, словно другую лазейку. Или уметь рассмотреть то, что есть по факту. А может быть, от чего-то отказаться. Может быть и так. Но не горевать, не печалиться. Для нас будут открыты те двери, которые нам нужны. А если что-то перед нами словно, ну, знаете, как стеной стоит, значит, нам в эту сторону и не нужно. Не бороться с витринными мельницами, мои дорогие скорпионы. Это тоже будет важно. Что я могу осуществить? Вы можете осуществить, мои дорогие скорпионы. Ух, у кого-то личная жизнь и вопросы благополучия и денег. 15-й старший аркан дьявола. Мы можем осуществить практически то, что мы захотим. Но мы должны держать все под контролем. И не должно быть какой-то горячности. Не должно быть, знаете, когда мы идем в разнос, мы никому ничего не доказываем. Опять же, отчасти нам об этом напоминает карта. Это как мы не убыстряем те вопросы, когда что-то в нашей жизни заканчивается. Значит, дайте возможность закончиться в том ключе или в тех каких-то временных рамках, или образом, тем, которым предполагает это, ну, по велению высших сил, по судьбе, или по тому, как развивается какое-то событие. Опять же, вот что-то мы тут не форсируем. И себя мы тоже в чем-то не форсируем. Контролировать где-то себя придется. Но что я могу осуществить? По этой карте проходит в первую очередь благополучие и наша хорошая физическая форма. И как будто нам хватит сил осуществить любой свой проект физических сил. И нам хватит сил и возможностей построить, укрепить свое благополучие. Это то, о чем нам, собственно, сказали. Но контролировать эмоции нам как будто нужно. Вот они где-то могут проявиться. Давайте мы с вами спросим, на каждый месяц, какова будет энергетика с учетом ретроградного урана для вас, мои дорогие скорпионы. Что принесет сентябрь? Деньги. Вот интересная карта в этой колоде. Она выглядит как клад. Сундук, найденный с деньгами. И прообраз крысы, который рядом сидит. Крыса как раз это та, которая копит, которая все сохраняет, которая знает, как это вот это богатство и добро распределить. И вот вы будете, может быть, распределять. Для кого-то это будет получение денег, которые задерживались долгое время. Для кого-то это будет одновременно. Это не только про деньги, так и в целом этот аркан. А еще про наше благополучие, опять же, про движимость, недвижимость. Ну вот все то, что имеет где-то финансовую подоплеку. Вот все вопросы в этом ключе будут решены как раз для вас плюс. И не важно, какая ситуация у вас сейчас по финансам. В сентябре, значит, каким-то образом мы ее можем либо улучшить, либо какой-то старт на будущее, либо для себя что-то сделать хорошо, либо буквально получить деньги. Собственно, нам уже об этом не раз сказали. Октябрь, что для вас, мои дорогие скорпионы, принесет еще раз деньги. Восьмерка Пентакли – одна из лучших карт. На работу и на деньги нам показан профессионал, который знает, что он делает сейчас. Он знает, что он будет делать дальше. И для него какой-то прогресс уже на последующий период. Тоже как будто обеспечен. Мы улучшаем как способы заработка, количество заработка. Может быть, свои собственные амбиции реализуем. Расширяем бизнес. Это для кого бизнес? Для кого творчество? Значит, тоже оно в плюс. В плюс монетизация какого-то вашего творчества или проекта тоже проходит по этой карте. Мы знаем, что мы делаем, зачем мы это делаем, в каком формате ожидаемые деньги. Они как будто к нам придут. И у нас это все идет в сторону прогресса. Сентябрь, октябрь – прекрасно. Давайте узнаем о ноябре. Что для вас? Ретроградный уран. Там нечего добавить. Я всегда говорю, скорпионы – это маги и волшебники. Нет ничего невозможного. Вот какой-то пункт, какая-то точка, очень важная, отчета вашей новой истории может быть в ноябре, мои дорогие скорпионы. И здесь, знаете, не поторопиться, безусловно, маг никуда не спершит. Он на то и маг, чтобы все просчитать. Где-то это великий манипулятор, но это много возможностей. Для себя, видимо, где-то вы будете словно, знаете, шаг за шагом идти к какому-то решению. Или это то решение, которое переходит в действие, и вы видите результат, и вы остаетесь ими довольны. И плюс на будущее тоже что-то вы закладываете. Правда, какой-то квантовый скачок вы можете осуществить. Вам уран помогает, а ретро-уран помогает дважды. Нет ничего невозможного. Нечего даже добавить. Декабрь давайте мы узнаем. Тут же ведь, чтобы не было головокружения от успехов, судя по всему, не будет. Но продолжение праздника нам обещают. Туз кубков, мои дорогие. И здесь кубок и через край эмоций. Значит, не просто у нас что-то осуществляется в материальном мире, но в декабре нас уже словно, знаете, радует эмоционально. Это карта и любви, и счастья, и радости, душевного подъема, вдохновения, планов на будущее, оптимизма, позитивного взгляда на жизнь, на новые возможности. И когда я просто доволен собой и тем, что меня окружает. Какую-то новую реальность вы отстраиваете. Нечего добавить. Но быть прозорливым и внимательным определенно стоит. Чего-то не упустить, от чего-то не отказаться. А то, что уходит из жизни, или то, что уже не работает, отпускать. Поблагодарить и отпускать, может быть, кого-то или что-то. и освобождая, наверное, пространство от прежних каких-то возможностей, но которые у нас уже проиграны на все 100%. Мы не можем их развивать дальше, вот увидеть вот этот момент. И вы, люди сильные, может быть, начать с чего-то как с нуля у кого-то так, какой-то новый вид деятельности. Хотя нам об этом не говорят, но ведь у кого-то может проиграться. Не сомневаясь в себе самом. Как будто тут какую сторону или сферу вашей жизни не возьми, вы, мои дорогие скорпионы, можете изменить качественно, качественно новый уровень самому себе создать, чтобы быть счастливым. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы и любимы всегда.